Доброго времени суток всем! Решил записать небольшое короткое видео по поводу того какой протектор летних шин и вам выбрать. Начнем мы с того, что существует три варианта протектора летних шин. Иногда бывает четвертый, но он очень минимальный, мы его не будем учитывать. Соответственно три. Это асимметричный рисунок, симметричный рисунок и направленный рисунок протектора. Начнем давать им из самого простого, самого сейчас на рынке отсутствующего. Это симметричный обычный протектор. Единственный его плюс, это по сравнению с другими протекторами, это тишина. В этом рисунке протектора минимизирована шумность резины, то есть шума от нее минимальное количество. Это самый тихий рисунок, но он минус какой? Какого планированию плохо устойчив? На высоких скоростях нельзя применять. Соответственно, выбирать ради того, чтобы резина была тихая, этот протектор не стоит. Либо если вы старенький дедушка, который еле-еле ездит, вы можете его брать и вам будет комфортно, она будет не шумная. Собственно, думаю понятно, с симметричным рисунком это самый тихий рисунок, но он самый как бы, можно сказать, плохой из всех трех. Потому что у него плохая курсовая устойчивость, у него плохая дача аквапланирования. Далее рассмотрим с вами направленный рисунок. Направленный рисунок это рисунок елочкой, соответственно, который еще применяется практически всегда в зимней резине, но в летней резине он не так часто применяется, его редко можно встретить. Для чего он? Основная его задача это минимизировать аквапланирование. Этот рисунок лучше всего отводит влагу из пятна контакта. Соответственно, в регионах, возможно, где постоянно плохая дождевая погода, по типу Санкт-Петербурга, например, города, можно использовать такой рисунок. Он лучше всего тормозится на сырой и на мокрой дороге. Еще есть небольшие плюсы в плане проходимости, но это надо уже учитывать именно сам рисунок шины определенного бренда. Если он более зубастый, более, так сказать, прогрызает грязь там или землю, соответственно, можно его выбирать как более-менее какой-то вариант для бездорожья. Например, на легковой машине вы ездите на рыбалку и вам прекрасно подойдет кардиант Roadrunner. В принципе, у нее более-менее такой рисунок можно использовать для бездорожья. Но основная функция это защита атаково планирования. Думаю, понятно по поводу направленного рисунка атаково планирования. И, соответственно, еще крайний рисунок, который сейчас наиболее популярный, это асимметрия. Соответственно, где две стороны шины. Одна шина там отвечает за как раз аквапланирование, где вот такие волнообразные, собственно, волнообразный рисунок. Это аквапланирование, а другая сторона шины отвечает за курсовую устойчивость. Соответственно, на такой шине можно и в плохую погоду поездить, можно и быстро поездить на скоростях и в повороты заходить, не боясь сноса. Ну, естественно, все это нужно делать, учитывая другие факторы какие-то. То есть, протектор оставшийся, покрытие, на котором вы это делаете. Экспериментировать не стоит, но это самый оптимальный рисунок на данный момент. То есть, он учитывает все аспекты, о которых я сказал. Естественно, шумность, например, шумность будет в направленном рисунке самая большая, в направленном шумность самая большая. И по поводу того, что можно ли быстро ездить на направленном рисунке, да, тоже можно, в принципе, ускоряться быстро, можно на больших скоростях ездить. Он также для этого приспособлен, как и асимметричный рисунок. Но я считаю, что на данный момент асимметричный рисунок будет самый оптимальный, потому что он самый универсальный. А по шумности он получается на втором месте в середине, самый шумный это направленный, самый тихий это симметричный. В остальных аспектах он также золотая середина. Соответственно, мы приходим к выводу, что симметрия это тишина, асимметрия это золотая середина, а направленный это аквапланирование. И если вы хотите за грибами там или на рыбалку поехать в плохую погоду, тоже направленный вам подойдет больше. Думаю, на этом все понятно. Ролик затягивать я не намерен, как обычно. Всем удачи, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить свои лайки.